Привет всем! Опять снимаю на свою мега классную камеру в телефоне, но просто хотела сделать обзор на мое недавнее приобретение и на то, что я открыла для себя, так сказать, нового интересного исполнителя, который, возможно, вы не знаете. Вот, но надеюсь, с помощью этого обзора, по крайней мере, человек 5 послушает хотя бы одну песню, да, на исполнительницу. Вот, как вы видите, исполнительницу зовут Наталья Киллс, и это ее первый дебютный альбом, называется Perfectionist, вот, и такая у него обложка. Вот, ну, как описать ее творчество? Если вам нравятся такие танцевальные треки, типа Леди Гаги, типа там Кайли Миноук, ну, можно сказать, Бритни Спирс, то вам стоит его послушать. Ну, мне почему-то показалось, вот, ее творчество очень похоже на, допустим, альбом Леди Гаги Фэйм. Ну, может быть, это чисто мое субъективное мнение. Я вот себе приобрела такой альбом, честно говоря, его даже можно найти в России, я почему-то думала, что его сложно найти, но он есть, и, по крайней мере, его не так сложно найти, что очень интересно. На альбоме немножко песен, но они достаточно интересные. Это песня Wonderland, Free, Will I Break Your Heart, Zombie, Love is a Suicide, Mirrors, As It Any, Perfection, Broke It Was, If I Was a God, If I Was a God. Пардон, извините за то, что делала так много-много ошибок. Вот, давайте посмотрим, что у нас внутри. Такое оригинальное оформление, здесь много всяких слов написано черным, так у нас выглядит диск. Perfectionist. Видим название альбома. Ну, так это у нас без диска выглядит. Вот, давайте посмотрим буклет. То, ради чего покупаются иностранные версии альбомов, это буклет. Значит, выглядит у нас он так. Здесь, к счастью, ну, к моему, по крайней мере, написаны тексты песен. Так что, наверняка, многим это нравится. Вообще, я люблю, еще раз повторюсь, что я люблю буклеты. И считаю, что альбомы надо покупать с ними. Вот, потому что, действительно, это очень-очень классно. Иметь альбом с... Реально полноценной версией альбома. Вот, а не какую-то там... Непонятную, хоть и лицензию, но недоделанную лицензию. Вот. Очень, кстати, я считаю, оригинальное оформление. Вот. Ну, тут у меня рекламка. Cherry Tree. Это, так сказать, лейбл, на котором пишется Наталия Киллз. Вот. Ну, это задание новичок в шоу-бизнесе. То есть... Упс. Вы ее, наверняка, видели раньше, просто не подозреваете о том, что вы ее видели. Вот. Также, если вы, наверняка, видели ее в клипе LMFO, Champagne Showers. Помните, такие LMFO, которые поют Every Day I'm Shuffling. Вот. И в клипе Champagne Showers как раз поют данная исполнительница. Поэтому советую, по крайней мере, познакомиться хотя бы с ее клипами. Вот. И, возможно, она вам понравится. И спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Если будут какие-то вопросы, то пишите. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok